МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таких у нас тренеров единицы, и поэтому это дает ему право быть великим. Он мне дал раскрытую книгу. Прочитай. По этой книге он мне предлагал жить. Он все зарабатывал собственными руками. Это стал один из самых близких и надежных людей и по-человечески, и профессиональных. Он меня посвятил в свою веру. С ним ушла целая эпоха. Если ты очень хочешь, то смотри. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задумывались ли вы, что делает человека великим? Все великие личности служат примером для окружающих, постоянно оттачивая свое мастерство, никогда не останавливаются на достигнутом и совершают подвиг каждый день. Ведь жизнь каждого человека – это прежде всего борьба с самим собой. Философия боевого искусства дзюдо учит побеждать свой собственный страх, видя в трудностях преимущества, а в противнике не врага, а партнера. И, несмотря ни на что, идти к поставленной перед собой цели, закаляя тело и дух. На своем пути дзюдоист самосовершенствуется и воспитывает в себе смелость, искренность, честность, скромность, верность в дружбе и уважение к окружающим людям. Таким был Ярослав Керат, человек, оказавшийся у самых истоков становления дзюдо в нашей стране. В огромном Советском Союзе он был 512-м спортсменом, которому было присвоено самое почетное звание мастера спорта международного класса. Впоследствии он стал не только многократным чемпионом СССР по самбо, но и заслуженным тренером СССР, судьей республиканской категории. Этот человек, достигший высот в спорте, смог воспитать множество титулованных спортсменов, в том числе трех чемпионов мира. Это история жизни Ярослава Керата. История, которая, возможно, вдохновит вас на победы. Родился Ярослав Керат 13 ноября 1934 года в селе Товщев Львовской области в семье простых крестьян. Родился я давно, вообще-то. Ну, еще помню. Из Львовской области – это пригород города Львова, 18 километров. Большое село, там 250 примерно дворов. Вот такое. Но считаю, что тоже глухоманию. Он деревенский человек. Вот из подо Львова, в деревне он жил, ходил за плугом. Война началась, как известно, в 41-м. И мне в школу идти. Отец ушел на фронт. Сестренка ровно на три года меня моложе. И мать, и все. Война во Львов пришла 22 июня 1941 года на рассвете. На город упали первые бомбы. Авиационные налеты на Львов продолжались почти непрерывно. Город был надолго оккупирован немецкими войсками. А после войны, конечно, я окончил 7 классов в 49-м. Спортом начал заниматься позже, потому что детских тогда таких школ не было. Ведь он из семьи ушел в 14 лет от своих родителей из села, где они жили. И он был во Львове. Там жила его сестра. Ну и как-то там ему помогало. Поэтому вот такой родительской любви и заботы он не получил. Тренировался, начал тренироваться вместе с пришедшими с войны ребятами. И примечательно то, что мне повезло. Я тренировался какое-то время в одном здании, где тренировались гимнасты из Сутофизкультуры. И там тренировался Виктор Чукарин. Как и во всей стране, жизнь в послевоенном Львове налаживалась. Самой яркой личностью в спорте тогда был замечательный советский гимнаст Виктор Чукарин. Человек-легенда. Воевал, попал в плен, прошел 17 военных концлагерей. Чудом выжил, находясь в концлагере Бухенвальд. Вернувшись домой, быстро восстановился и вновь стал тренироваться. Вскоре уже был чемпионом Украины, потом неоднократным чемпионом СССР, а в 31 год, в 1952 году, на первых для советских спортсменов Олимпийских играх в Хельсинки, Виктор Чукарин завоевал сразу 4 золотые медали. Он был таким примером для нас всех, что если чего-то хочешь достиг, то надо достичь, что тебе мало способностей, условий, хорошего тренера, всего этого, хорошего питания, какой там карточник, если какое там питание. Чукарин же в таких условиях жил. Поэтому это был пример для нас такой, что мы, естественно, не то, что во всем его копе, но стали понимать, что если очень хочешь, то сможешь. Нет ничего невозможного, если хочешь этого достичь. Он навсегда усвоил этот принцип. Спорт, занятия борьбой давали возможность утвердиться в жизни и добиться успеха. Это был далеко не самый легкий путь, но Ярослав Керат уже сделал свой выбор. Тоже жил тяжело, учился в горном техникуме. В вагончики поразгружаешь ночью. Вот суббота на воскресенье в банке, в воскресенье ты спишься, в понедельник на занятия, занятия на тренировку. И так вся неделя. Так как вес был дефицитный, у меня 57 килограмм, по самбо 56, а по вольной по классическому 57. Никого в этом весе не было. Я за сборную города на все соревнования ездил, боролся. И там, и там, и там. И получалось, что у меня хватало соревнований, несмотря на то, что такой узкой специализации не получалось. Да и тренера не было такого. Ну, по самому получалось лучше. Вот чемпионат Украины выиграл, потом в армию пошел. А уже потом в армии выиграл чемпионат вооруженных сил в 56-м. Это уже был результат. В те годы соревнования борцов вызывали огромный интерес и собирали полные трибуны зрителей. Но особенной популярностью пользовались чемпионаты по самбо. В 60-е, выступая за ЦДСА, Ярослав Керат становится одним из сильнейших самбистов СССР в своей весовой категории. По-моему, на зимнем стадионе были соревнования. Сзади сидела группа молодых ребят, которые тоже болели этим видом спорта. А он, как правило, выигрывал все-таки. Он был сильный спортсмен. Они говорят, конечно, Керат баб не любит, не курит, не пьет. Так что ему тут всех в узел не завязывать? Он один раз попал в боевой прием на ногу. Ему сделали боевой прием. Он знал, сколько времени осталось до конца схватки. Ему отрывают ногу, у него рвется мышца, а он терпит, не сдается. Чтобы время закончилось, и тогда у него по очкам победа будет. Ну вот, какой человек. Спустя несколько лет после возвращения из армии, Ярослав Керат становится дважды бронзовым, серебряным и трижды золотым призером чемпионатов СССР по самбо. Он становится чемпионом Союза до Олимпиады, после Олимпиады. Если бы в первых Олимпийских играх была его весовая категория, возможно, он был бы участником Олимпийских игр и, возможно, не менее успешным, чем те люди, которые оказались первопроходцами. Потому что он был лучший в стране. Но не было такой категории. Он боролся категорией 60-62, а первая категория в тот момент на Олимпиаде была 68. Клуб же не надо, Артур. Ты ниже просто делай. Лучше всего пояс. Для начала пояс. Да, взял. Все, и начинай. Ну ты чисто начинай с подсички. Да, я забыл. Ну так забыл. А это же подготовка. Он хорошо встал. Тогда он точно будет ставить, он нести миндогу, он точно будет на ней ставить, потому что он должен был перенести. Как известно, Как известно, одно дело быть отличным спортсменом, побеждать на соревнованиях, завоевывать награды и звания, и совсем иное, по окончании спортивной карьеры, стать тренером, способным подготовить настоящих мастеров, чемпионов. Для этого нужен особый склад ума, особый дар. И Ярослав Керат, безусловно, обладал таким тренерским талантом. Но прежде чем этот дар раскрылся в полной мере, Ярославу Михайловичу пришлось пройти долгий и сложный путь поиска, размышлений, проб и ошибок. Путь от самбо до дзюдо. От молодого тренера до сенсея. Вот сюда вот выйти, не бойся, вот сюда вот ее. А ты вот на все начнешь подворачиваться. А эта рука у тебя не работает. У нее свободы много. А я загружу ему. Ну давай, давай, давай. Давай, давай. Посмотрим. Все начиналось еще в то время, когда он был действующим спортсменом. В ЦДСА, где тогда служил Керат, собралась первая сборная СССР под дзюдо для подготовки к Олимпийским играм 1964 года в Токио под руководством Владлена Андреева. На базе ЦСКА проводилось все. Значит, кто-то... А я офицер уже тогда был. Я участвовал в подготовке этой команды. Вот, как тренер и начальник сбора. А комплектовалась команда из самбистов. И выступали по дзюдо все. Если выбирать тех, которые борются чисто по дзюдо, то им конкурировать-то с теми будет тяжело. Потому что, понимаете, так вот с рязанским лицом, значит, на японской бане, вот это плохо. О чистом дзюдо речи быть не могло. Надо было поставить борцов-авантюристов, во-первых, которые не боятся смело, которые уверены вот в себе. И зная, что если я вот в это положение вышел, вот сюда вот встал, такого не может быть, чтобы я его не бросил отсюда, кто бы он там ни был. Вот. По этим качествам и подбираю. Как известно, в 64-м в Токио на Олимпийских играх первая сборная СССР под дзюдо, составленная из самбистов, произвела сенсацию. Все четыре наших борца Арон Боголюбов, Олег Степанов, Анзор Кикнадзе и Парнаос Чиквеладзе завоевали бронзовые олимпийские медали. Это был успех главного тренера Владлена Андреева и всех, кто помогал ему готовить команду. Есть такие два момента у Рослава Михайловича. Он был причастен к великим победам советского дзюдо. И на олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее, и так далее, и так далее. Второй момент, конечно, то, что человек очень по жизни много чего преодолел. Это были преодоления, связанные с Великой Отечественной войной, с восстановлением после Великой Отечественной войны, с его службой в институте, с его карьерой в спорте. В начале 60-х в жизни младшего лейтенанта Керада происходят важные изменения. Чтобы осуществить свою мечту стать тренером, он переезжает из Москвы в Ленинград, где продолжает выступать за СКА и параллельно учится на высших курсах тренеров, по окончанию которых поступает в Ленинградский военный институт физкультуры. Уникальное высшее учебное заведение, не имеющее аналогов не только в стране, но и в мире. С этих пор Ленинград становится для Ярослава Михайловича родным городом. Здесь он находит друзей, встречает любовь, обретает дом и семью. Когда мы только поженились, я была студенткой, он еще тоже... Нет, он закончил как раз в 66-м году, он закончил в институте. Жили мы, мы снимали квартиру. То есть финансово было не очень густо. И определенный был расклад наших семейных, бюджета нашего. И если я заводила хозяйство в тупик, ну, во-первых, он никогда не ругался. Вот это тоже. Он брал хозяйство в свои руки и выводил на нужный уровень. Очень любил, когда у нас в доме собирались люди. Друзья, родственники. Всех принял. Всех. Скажем, мои подружки приходили. Все были любимые. Со всеми сидел, выпил рюмочку, рассказал, поговорил. За ним было как за каменной стеной. Вроде бы его нету, но вот зная, что он есть, и все спокойнее. Он всегда предвосхищал трудности, он всегда был рядом, когда были какие-то сложности. Когда были сложности, он объяснил, что, ребят, да это не сложности. Мы это сейчас сделаем так, 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 все хорошо. Но когда вот рядом такой человек есть, всегда спокойно рядом. Воспоминания о Ярославе Михайловиче. Застывшие мгновения многолетней дружбы Виктора Ждановича и Ярослава Керода. Их многое связывало. Отношение к жизни, к людям, к спорту, к любимому делу. А еще была одна общая страсть. Охота и рыбалка. Они с его другом и товарищем, легендарным фехтоварищиком, трехкратным олимпийским чемпионом Ждановичем, они на Сидину Ладоги выплыли, ветер поменялся, чтобы обратно вернуться, там скорее там останешься на всю жизнь. Ярослав ставит парус, одеяло на этом корыте в Ладоге. Я говорю, Славик, подумай, башкой свой ветер от берега, грести там, там не на что опереться на лодке, там две рогульки вот так торчат, и слово так, значит, болтается. Борт скрипит и вот-вот развалится. Если нас дунет далеко в море, мы оттуда никак не выгребим. Все, а Ладоги шутки плохи, там такие волны бывают. Я знаю, что он не бросит весло, если что, и меня не бросит. И я думаю, что я скорее утону, чем оставлю Ярослава там. Ну вот, значит, на этом наша дружба как бы становилась прочнее и прочнее. Мужская компания в институте, они все были охотники, и они нашли общий язык. У них была замечательная команда, когда они выезжали. Это же надо было видеть, эти счастья этих не молодых людей, а уже взрослых мужей. И как они на охоте, на рыбалке. Это была нормальная мужская игра, как я говорила. Он был порторгом еще у нас, как всему прочему. А я иногда бывало и запаздывал, потому что мне далеко ехать надо было. Время там, минута до начала учебных занятий, а там же войсковая дисциплина. Раз-два, там время, для начала занятий, за минуту, группа, ну, взвод идет. Заходит в спортивный зал, а там как бы предваритель нет. Он принимает группу, если своих занятий нет, и начинает проводить подготовительную часть занятия. Прикрывал. Через там 5-7 минут появлялся бегом я. Он докладывал мне, что подготовительная часть проведена. И уходил. Занимаясь со студентами военного института, Керат постепенно отрабатывает собственные подходы и принципы тренировок борцов. Принципы, которых он придерживался всю жизнь и которые в дальнейшем помогли ему подготовить дзюдоистов высокого класса, чемпионов мира. Тренерская методика Ярослава Михайловича заключалась на том, на сплаве его личной модели борьбы, потому что фактически у него не было тренера. Те люди, которые были с ним, помогали ему. Он их очень уважал, очень уважал. Но уважал как людей, как там вот тот же Звягинцев, тот человек, который привил ему любовь. Ну, во многом. Это был фронтовик, это был человек, офицер военный, который пришел после армии. Он закладывал в нем какие-то личностные качества, он закладывал в нем нравственные какие-то вещи, да. Но именно работа, как модель тренировки, модель спортсмена, техника, тактика бани, это все он познал сам на себе, он проверял на себе это. И, естественно, то, о чем он говорил, он все пропустил через себя. Как и везде, вот это идет, пишут книги обычно те, кто не умеет бороться, а те, кто умеет бороться, их не читают. Вот такая проблема, я считаю, есть. Поэтому я пошел другим путем. Я формулировал у себя в голове модель человека. Ко мне приходят часто люди, это не часто, а считайте, что все время. Уже с начальной подготовкой до старания. Вот. Ну, курсанты поступали, и офицеры приезжали учиться в институт, уже где-то он занимался. Ну, не мастера спорта там, но рядом, и мастера спорта тоже были. Вот. Значит, я должен был его увидеть, что он может делать, и должен был представить себе, каким я хочу его увидеть сам, каким он должен стать, чтобы это было хорошо. Дело в том, что на чемпионате России там я с ним познакомился как с тренером. Я до этого знал, он из самбо, и человек он был, он был коммуникабельный, контактный, он высокообразованный был, и он был специалист, потому что в спорте высоких достижений специалистов мало. для меня, как главного тренера сборной команды Советского Союза, это был незаменимый специалист. Он не с японцев копировал, он просто систему, на мой взгляд, свою систему внедрял в японскую. Самое главное, он брал ребят, по большому счету, не сверх этих известных, а доводил их от начала до конца. Это еще раз подчеркиваю, это не просто как профессионалы, именно как тренеры, при этом педагог, а при этом великолепный человек, именно как человек. Ну, конечно, как Ярослав Михайлович, таким тренером надо родиться, во-первых. Самое главное, что я про него хочу сказать, сколько я на сборах был, и как тренер, когда я на сборах был, я никогда, ни разу в жизни не видел, чтобы он голос повышал. Юрий Соколов, тренер, спортсмен, очень такой, своеобразный человек был. Он его выводил, из-за равновидности, в чуток не говорил, все равно Юрий Соколов, он, кажется, спокойный, делал свое дело. Главное, ну, я так понял, что главное для него было, чтобы спортсмен показал результат. Нудно, нудно, каждый день своего добивался. В первую очередь, наверное, это терпение, и умение найти подход к спортсмену различного, совершенно внутреннего состояния и характера. Это, пожалуй, самое главное, что я могу отметить у Ярослава Михайловича, потому что вряд ли кто-то, кроме него, сумел бы работать, допустим, с Юрием Соколовым и найти к нему такие ключи, чтобы он в нужный момент выполнил то, что нужно и достиг такого высокого результата. Переполненные трибуны Чамсель-гимназиум-арены с нетерпением ждали финального поединка в весовой категории до 65 килограмм. Любимцу публики Ли Гюнгыну предстояло сразиться с русским парнем Юрием Соколовым. Мало кто сомневался, что Ли победит, и поначалу схватки все шло именно к этому. Кореец атакует, переводит борьбу в портер, захватывает ворот кимоно Соколова и начинает проводить удушающий прием. Кажется, еще мгновение и русский сдастся. Но происходит, казалось, невероятное. Соколову удается каким-то чудом выскользнуть из железного захвата. И вот он уже сам идет в наступление. Подхватывает корейца за ноги, бросает на татами и переходит на удержание. Все. Ипон. Чистая победа. Соколов – чемпион мира. Конечно, это был большой успех спортсмена и его тренера Ярослава Керада. Но сегодня мало кто знает, как они шли к этой победе. Как Ярославу Михайловичу удавалось укротить необузданный взрывной характер ученика. Ну вот, скажем, Соколов Юра был. Тоже часто в нашем доме бывал. Он его вел. Несмотря на всех, вот скажем, выкрутаса Соколова. Был тяжелый, ну, молодой человек. Но все равно он был очень настойчив. Как я ему говорила, ты можешь давить долго, до тех пор, пока не получишь нужного результата. И он давил. Сколько терпения и тренерского таланта понадобилось ему, чтобы направить безусловно одаренного, но очень строптивого парня на путь, который привел его в итоге к золотой медали чемпиона мира. Он, во-первых, очень одаренный и двигательный человек. Он мог освоить очень сложное движение очень быстро. Причем на уровне соревновательном, буквально за неделю, там, за месяц. И тут же может это потерять, забыть. И вот прием, который он выиграл чемпионат мира, он через два месяца его показать не может, как он делал. Потрясающий был человек. Я знаю от человека, что он человек наоборот. Он приходит и говорит, Юра, какой ты ты желтый сегодня. Может, не будем тренироваться? Он так остановился. Как? Я говорю, что ты, если я вижу, что у тебя плохое состояние, дай давление померить. Давление вроде ничего, но значит, что-то другое. Говорю, не будет. Да нет, я себя ничего чувствую, но я сейчас. Я говорю, иди, иди, иди. Не морочь мне голову. Он двигается, двигается, как черт, отработает. Все прекрасно. В то время Юрий был в зените славы, считал себя непобедимым. Ярославу Михайловичу становилось все сложнее и сложнее работать с ним, вспоминая другой ученик Керода, Сергей Косоротов, который в то время тренировался в одном зале с Соколовым под руководством Ярослава Михайловича. Холода были сумасшедшие. Вот эта зима 1986-1987 год, продуваемый всеми ветрами вот этот ШВСМ, скворечник. Соколову на этой холодной тренировке не до сыпа, не до этого, одеты в носках шерстяных. Он забирает как бы там этот захват, у него носок этот по холодным татаме уезжает. Он падает головой, тянет, забирает, тянет, не докручивает немножко, падает вместе с партнером головой и криком «Да провались! Она все пропадом на весь этот темный зал». Ярослава Михайловича Юра, ну ты же понимаешь, ну надо, ты понимаешь другого, ты же сам проходил. И Соколов, пока он не разогреется, пока он не разозлится, пока Ярослав Михайлович его не натыкает, как будто, он как бы ругается, срывает кимоно, бросает, потом носки снимает, он уже разогрев происходит, и он начинает вырабатываться, 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 и потом уже четко, 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 И он понимает, что с ним опять очередное чудо сделали. Он пришел никакой, он не мог эту работу сделать, понимаете? Ярослав Михайлович, Юра, Юра, надо, ты же знаешь, надо сейчас бросить, надо побросать, другого не бывает. Как бороться-то будет? Надо! Чемпионат мира 87-го года в эссене складывался для Соколова весьма удачно. Он без особых проблем прошел все предварительные схватки и вышел в финал, где его соперником стал японский борец Йосуке Ямамото. Хорошо изучив технику борьбы чемпиона мира, Ямамото противопоставил Соколову его же тактику, что в итоге и принесло победу японцу. Пожалуй, впервые Юрий потерпел такое тяжелое поражение, и серебряная медаль не была для него утешением. Скорее всего, именно в тот момент и началось сокрушительное падение Соколова. Через год на Олимпиаде в Сеуле он потерпел поражение в первой же схватке, выбыл из соревнований и был отправлен руководством команды из Сеула в Ленинград. Вскоре он вообще бросил спорт и в 1990-м погиб в возрасте 29 лет. Как ни странно, но самый успешный тренер нашего отечественного дзюдо не являлся публичным человеком в современном понимании этого слова. По большей части Ярослав Михайлович оставался в тени на втором плане. О нем не написано книг, не снято фильмов, его имя не часто упоминалось в прессе, на радио и телевидении. А если и упоминалось, то в основном в контексте его учеников. Казалось, Керада мало интересовали такие вещи, как награды, популярность и слава. Есть люди, которые совершают подвиг. Вот я совершил подвиг, кого-то спас, что-то сделал, это было озвучено, весь мир об этом узнал. И я этим подвигом, одной победой, одним подвигом живу всю жизнь, привлекаю к себе внимание и этим всю жизнь живу. А есть люди, которые каждый день, просыпаясь, так же, как чистят зубы, умывают лицо, совершают свои подвиги. За счет чего? Они просто трудятся для кого-то, для чего-то, создают, что-то делают. Они не сядут на месте. То есть и всю жизнь этим живут, и не считают это каким-то сверхъестественным. Вот Ярослав Михайлович сейчас из тех людей, которые свой маленький подвиг делал всю свою жизнь, каждый день. В Москве на Чистых прудах есть центр восточных единоборств «Кадакан», созданный знаменитым дзюдоистом Сергеем Косоротовым. Теперь этот клуб носит имя его тренера – Ярослава Керада, который сыграл важную роль в судьбе чемпиона мира. По большому счету Сергей Косоротов. Где-то четвертый, третий номер был сборная СССР, да, или пятый даже. Да, пятый, шестой. Все равно Ярослав Михайлович его увидел, что человек может результат показать, и начал его готовить. Вот тоже очень большой пример для тренировок – увидеть в человеке потенциал, высокий результат. Геннадий Иванович, это Феодосия, вызывает меня, Керада, и говорит, сейчас приедет Косорот, вы должны из него сделать за два-три года тяжеловес. Мы посмотрели, вот такой худой, длинный, собрали родословную, самбист бывший, прочий. Что там можно сделать? Феодосия специально для него кормили котлетами, которые делали для него, специально под мой заказ. Вот такие, это на уровне сборной, когда там великие, крутые, заслуженные, а здесь какой-то из них за выражение молодой парень пришел, мне все внимание ему. И потом у нас в доме часто появлялись его ребята, спортсмены. Ну, вот такой яркий пример был Косоротов у нас. У него там веса не хватало. И как-то мы еще тогда жили на Черной речке, Иеруслав Михайлович пришел и говорит, слушай, у меня тут есть мальчик, его надо немножко подкормить, потому что его веса маловато. Тогда же у нас гиганты были, и Шуров был, и Веричев был, Бекташев у нас там, Тарасов был. То есть у нас толпы были такие, ребята, которых надо было, ну, в общем, чего, как бы подвинуть немножко. Геннадий Иванович познакомил меня с Ярославом Михайловичем, который сказал, да, это было как бы такое решение, уже просчитанное решение. Я как-то при виде такого человека, ну, у меня был уже какой-то маленький опыт, скажем так, я был просто в неком шоке, я понял. В этом случае, что удача пришла, понимаете? Он пришел, говорит, Ярослав Михайлович, я умру, но буду делать все, что вы скажете. Я говорю, ну, Сережа, как ты умрешь? Ты умрешь, если ты, ну, это самое, не будешь делать, если будешь делать, ты не умрешь. Меня доволись из Куйбышева, говорит, мне там делать нечего. А без результата тут мне не пробиться никак. У меня ни богатых, известных покровителей, ни богатых родителей, и сами они это. Я говорю, Сережа, так мы все такие. Вот, без этих, все своими руками. Вы знаете, я сразу при этих словах, я как-то поверил. То есть я стал действовать по его программам. У меня сразу получалось, хотя это было достаточно тяжело, мы тогда занимались прям с 86-го года по 89-й вперед вот этих неких успехов. Ну, легче всего было работать с Косоротовым. Уж если что он выучил, овладел чем, то мне кажется, если он вот после смерти еще лет 8 в гробу это будет делать, то есть настолько прочно держится у него двигательный навык, настолько точно он это делает, вот, поразительно. Это же была программа, это же под эту программу надо было подвести кондиции, соперника надо согнуть, надо первым взять захват, его надо потрясти как бы этим захватом, потрясти, имеется в виду, не просто как бы трясти, а его ошарашить. То есть его надо было удивить, его надо было ошеломить. То есть нельзя было стоять в чужом захвате. И поставить в нужную позицию. Вот так он говорил, Гераслав Михайлович, вот берешь захват, не стоя в чужом захвате, бери захват. И вот в этих коротких словах у меня как бы вот эта вся философия, для меня раскрывалась, которая через тренировочную работу, через вот этот опыт, который наш совместный уже был. После трех лет тяжелейшей работы тренера и ученика на чемпионате Европы 1990 года во Франкфурте пришел первый большой успех. Косоротов боролся, твердо усвоив систему Керада и четко выполняя все его наставления. Борись за захват. Первый бери, бери первый. Выше, Сережа, выше. И там, где эта тряпочка кимоно, понимаете, а там, где три слоя, там, где рука скрипит, помимо того, что ее надо взять вот этот тяжелый, тяжелый как бы, тяжелый как бы набор этот, чтобы его согнуть, как бы стянуть, согнуть его, обессилить этим, еще и забрать, еще и удержать, еще и бросить. А потом он говорил, на рога его, на рога, на рога, на рога, на рога. И вот когда я уже его стронул, и вот эта маска начинает катиться мимо тебя, твоя задача его как бы накатить как бы и удержать. В этих простых формулах был его некий талант, опыт. Впервые в честь победы Косоротова звучал гимн нашей страны. И мне было как бы вот ясно, вот он мне дал, дал вот как раскрытую книгу. На, прочитай. Вот по этой книге надо бороться. Я так понимаю, что он... По этой книге он мне предлагал жить. Через год на чемпионате мира в Барселоне Сергею Косоротову удается достичь цели, которую они ставили себе с Ярославом Керадом. Выступая в самом престижном, тяжелом весе, он блестяще провел все поединки, победив в том числе и японского мастера Наои Агаву. В финале Косоротов встретился с мощным кубинским борцом Франком Марена Гарсия. Он прекрасно знал, как действовать. Он обладал силой, знаниями и техникой, способными принести победу. Именно к таким соперникам и готовил его тренер. Сначала красивый бросок на Вазаре, а потом в партере Сергей захватывает руку соперника и проводит болевой прием. Обессиленный Марена сдается. Сергей Косоротов становится лучшим дзюдоистом-тяжеловесом в мире. Очень важная часть подготовки, работы – это из человека, который вот-вот уже на сносях уже может делать результат, сделать так, что он заиграл. Это огранка последняя. Вот это Ярослав делал хорошо. Но то, что он на мозги действовал, то, что он учил вцепляться, трудиться, верить в себя, вот это у него, видимо, было отпередно. Эта способность раскрыть в спортсмене лучшие качества, наметить четкий и ясный путь к успеху, добиться от него выполнения поставленной задачи, особенно ярко проявилось, когда Ярославу Михайловичу пришлось в буквальном смысле вытаскивать из провала одного из самых талантливых наших тяжеловесов. Александра Михайлина. В 2001-м на чемпионате мира в Мюнхене 22-летний Михайлин триумфально завоевал сразу две золотых награды в тяжелой и абсолютной весовых категориях. Однако затем последовал спад и серия неудач. Михайлина не включили в сборную на Олимпийские игры 2004 года в Афинах, и это не могло не подействовать на молодого спортсмена. Казалось, он зашел в тупик, разуверился в своих силах. Именно в это трудное для Александра время кризиса судьба свела его с Ярославом Михайловичем Керодом. Он одаренный двигательно, у него прекрасные физические данные есть, он борется смело, он, в общем-то, противника не боится. Но у него должно быть очень, ну, такое равновесие в его состоянии. Когда его начинают откуда-то поддавливать, вот, он чувствует, испытывает большой дискомфорт. Он симпатичный человек, он коммуникабельный такой. Мы быстро нашли общий язык, то есть мы чуть поменяли борьбу, что-то добавили, все изменили. Он стал непонятен для всех. Полтора года потребовалось Кероду, чтобы Михайлин обрел уверенность в себе и был готов бороться на самом высоком уровне. На чемпионате мира 2005 года в Каире поклонники дзюдо вновь увидели знаменитого Михайлина – техничного, быстрого, решительного. А его чистая победа в финале над японцем Ясуюки Мунета и по сей день может считаться классикой дзюдо. Спортивная судьба сложилась так, что вскоре после победы Михайлина и очередного тренерского успеха Керода Ярославу Михайловичу пришлось уйти из сборной России по собственному желанию. В те годы весь наш спорт переживал не лучшие времена, и дзюдо не было исключением. На смену тренером-профессионалам пришли менеджеры, и Керод понял, что его опыт и знания стали не нужны в сборной. Есть такая очень хорошая фраза, которую тоже, к сожалению, многие полностью переворачивают, полностью переворачивают. Люби дзюдо в себе, а не себя в дзюдо. Можно к чему угодно ее применить. Потому что у нас многие сейчас, вот что-то модное, они в этой истории живут, да? То есть не они историю создают, а они влезают в какую-то модную историю. Да я из дзюдо не выходил, вот, я и работаю. Вот, хотя уже и надо бы меру знать. Но я на судьбу не жалуюсь. Я считаю, что все нормально у меня. Вот. Все есть, что надо. Друзья. Вот. Здоровья, слава богу, тоже. В 2009 году Ярослав Михайлович с особым интересом наблюдал за поединками чемпионата Санкт-Петербурга под дзюдо. Дело в том, что по инициативе городской федерации он стал тренером-консультантом сборной команды города и помощником ее главного тренера, Михаила Рахлина. 75-летний ветеран нашего дзюдо вновь облачается в кимоно и выходит на татами, чтобы учить искусству борьбы перспективных спортсменов и передавать молодым тренерам клуба «Турбостроитель» свой опыт. Наступил новый этап жизни Ярослава Керода. Через федерацию дзюдо Санкт-Петербурга его познакомили со мной. Я сопротивлялся, вот, потому что я привык работать только один. Мы ругались в рабочем смысле слова. Это было всегда за кадром, это было всегда за кулисами. Никогда, естественно, не переходили на личности, ни он, ни я. Ну, это он очень легко воспринимал, он это все, говорит, это все пустяки. Вот, и потихоньку-потихоньку получилось так, что это стал один из самых близких и надежных людей и по-человечески, и профессионально. И я был посвящен его вере, и мне она даже понравилась. Я где-то отчасти терял себя, посвящаясь его вере, но в то же время и он помогал мне убедиться в правоте многих моих мыслей. То есть мы так слились, и действительно, что много я взял от него. Я бы от него взяла такого, наверное, мудрости и спокойствия, потому что он умел донести до спортсменов, вот, не повышая голос, как бы не нервничая. Он настолько был уверен в своих словах уже, видимо, с жизненным опытом, что вот нужно делать так, так все разложено у него. И что все это действительно приносило результат, и он в этом не сомневался вообще ни на сколько. Ну, конечно, то, что это гуру дзюдо, который всегда поможет, всегда подскажет, и подскажет именно то, что нужно. Так легко с ним было работать, потому что это все преподносилось в такой форме, как, скажем так, как коллеги, как друзья. Он никогда не ставил себя выше ни одного человека. Ни в разговоре, ни в работе. Это его фраза, я ее до сих пор несу по жизни, и не только в спорте, и другим говорю, что, Миш, мы для них, а не они для нас. И вот все, что происходит, все, что происходит, мы должны предвосхищать, просчитывать, быть мудрее, быть терпеливее. На сборах мы всегда вместе, тренировки, что утром, что вечером мы вместе. Домой мы приходим обычно поспать и поесть. То есть все это вот, да, мы, что он меня, что я его, на последние 10 лет оторвали от всего окружающего мира. И он все время говорил, ты не представляешь, какой у меня замечательный коллектив, я туда так радостно иду. То есть как раз семья. Вот. Он очень тепло отзывался о коллективе, где он работал и был счастлив там. И я одно время, когда он, ну, стал уставать, говорил, ну, может быть, ты уже уйдешь с работы, уже и в возрасте. Он говорит, я не представляю, как я буду без них жить. Как я ему говорила, до гробовой доски будешь работать, так и лучше. В последний раз Ярослав Михайлович присутствовал 8 июня на чемпионате вооруженных сил. Это вот последнее соревнование, которое он посетил. 12 июня, к сожалению, его не стало. А вот 8 июня он приехал как раз со своего хутора, с Псковской области. И мы вместе сидели на соревнованиях, смотрели соревнования. Ничего абсолютно не предвещало того, той большой неприятности, которая с ним случилась, того горя, которое произошло. Он всю жизнь, он большую часть своей жизни отдал вооруженным силам, ну, спорту вооруженных сил. И поэтому было принято решение, что следующий чемпионат вооруженных сил будет проходить в его честь. И я думаю, что в дальнейшем чемпионат вооруженных сил имени Ярослава Керада так и будет существовать, мы так его будем проводить. В разгар лета коридоры и залы клуба дзюдо «Турбостроитель» на Кондратьевском проспекте ненадолго погружаются в тишину. Сейчас все его обитатели находятся за городом, в спортивном лагере. Самое время побывать в том месте, где Ярослав Михайлович провел последние и, возможно, самые счастливые годы своей жизни. Сын Владислав, дочь Анна, внуки Михаил и Стефан – для них это важно увидеть все своими глазами, ощутить атмосферу этого дома. На стенах портреты основателей клуба, его знаменитых учеников и музей, где есть уже место, посвященное Ярославу Кераду. Его кимоно, в котором он проводил тренировки, секундомер, тетрадь с записями. Вроде бы простые, обыденные вещи, но они принадлежат очень дорогому человеку. А в эту комнату Ярослав Михайлович любил заходить после тренировок и за чашкой чая беседовать со своими друзьями, коллегами обо всем на свете. И они ждали его прихода, чтобы послушать знаменитые охотничьи рассказы и истории из его спортивной жизни. Теперь это воспоминания о нем самом. Будучи серьезным спортсменом, сам достигнув то, чего можно было достичь в то время в Советском Союзе, потолка, он смог через какой-то период времени воплотить себя в тренеры. То есть человек прожил несколько жизней. И каждую жизнь, которую он жил, он достигал на тот период времени максимальных результатов. Я вырос все детство, всю жизнь в Англии. И учился, и родился, и все остальное. Но каждое лето, мне как минимум два месяца, может быть, три, я же повезло, я сюда прилетаю и тут это все время провожу с дедом. Всегда за что он не возьмется, всегда он как бы специалист по этому делу. И учиться было много чему, только вот сидеть и смотреть, как он этим гуляет, там, с намерской, или топором, с ружьем, удочкой, все что угодно. Всегда как-то вот мастер по этому делу. Он не то, что просто вот учил, он делал так, чтобы я хотел чему-то научиться. У него была некая методология в жизни, которую он пытался распространить на все, наверное, сферы своей жизни и в особенности на своих учеников, в том числе на внуков, на детей и так далее. Возможно, для его детей, для моего отца, для матери Стефана, где-то в какие-то моменты жизни воспринимать этот подход было тяжело. Ко внукам он, наверное, уже был несколько более модифицированный, мы воспринимали его легче, но он был потрясающе правильный. И та методология, которая он использовал, что в спорте, что в любых других сферах, ее можно было применить фактически ко всему. И если ты делал так, как хотел бы дед, или если он тебя направлял, вероятнее всего, ты добьешься некого успеха. Я ему звоню, он где-то на крыше сидит, Миша, я тут сейчас чердак, что-то крышу делаю, я делаю, я с ним разговариваю, и вдруг разговор прерывается, говорит, Миша, стой, подожди, телефон когда-бах, и вдруг я слышу, бах, бах, бах. Повалился. Господи, электрон, полетел, то есть он разговаривает, а он делает крышу, и у него ружье стоит. Будет не хватать в первую очередь, знаете, его чувство юмора, которое иногда доводило до бешенства и иступления, когда вроде говоришь о серьезных вещах и ожидаешь какой-то серьезной реакции, а он отвечает какими-то шуточками. Только потом понимаешь, что это шуточки на самом деле были ответом на самый серьезный вопрос, который ему задавал. Он никогда прямолинейно не говорил, если у тебя так, то протокол действий такого, делаешь то-то, то-то, такой результат. Он всегда заставлял задуматься тебя самому, но наводки давал. И вот этого, конечно, безумно будет не хватать. Мы решили издать книгу. Даже не просто, даже к турниру эта книга не имеет никакого отношения. Просто, когда люди уходят, я не раз был свидетелем того, что в течение месяца, двух-трех забывают про все. Если сразу что-то не сделать, то это забывается, уходит. Да, в семье это остается, но Ярослав Михайлович принадлежал не только семье, он принадлежал огромному количеству людей из мира дзюдо, из мира советского дзюдо. То мастерство, мировоззрение и философия, данные Ярославом Керодом многим поколениям спортсменов, теперь бережно передаются из уст луста, из рук в руки новым молодым дзюдоистам. Он по-настоящему любил дзюдо в себе, принимал любые вызовы судьбы с достоинством и не сворачивал с выбранного жизненного пути. Его пример доказывает, что всего в жизни можно достичь своими собственными руками, если этого просто захотеть. Редактор субтитров А.Семкин